Дворец искусств 10.00. В зале представители банков, успешные предприниматели и временно безработные. Выпускники среднеспециальных и высших учебных заведений. Бизнес-семинар для последних – хорошая альтернатива поиску рабочего места. Отсутствие начального капитала компенсируется госсубсидией, как пояснила представитель центра занятости. Сегодня это порядка двух с половиной тысяч рублей. Получить ее просто. Нужно зарегистрироваться в качестве безработного и составить бизнес-план. Бизнес-план рассматривается комиссией и если принимается положительное решение выделить субсидию безработному, значит он обязан в течение трех месяцев отчитаться по использованию субсидии. И если это индивидуальный предприниматель, он обязан отработать год, не прекращая деятельности, платить налоги. В 2019-м госсубсидией воспользовались 39 бобручан. В основном на открытие магазинов, шиномонтажек или осуществление строительно-ремонтных работ. Но в случае малой прибыли и большого желания расти дальше, на помощь начинающим бизнесменам готовы прийти банки. Они предоставляют кредиты на самых выгодных условиях. Белорусский рубль у нас 9,99, евро 4,59 и доллар 5,59. Это тоже по нашим ставкам. Что нужно для того, чтобы взять кредит, условия? Условия необходимо 6 месяцев обязательно рабочих, чтобы выручка под 6 месяцев поступала. Во-первых, важно желание, чтобы было клиентам к нам прийти. Заполнить пакет документов минимальный. И в принципе, бывают кредиты и с залогом, и без залога. Бывают только ценим поручительством. В принципе, ничего сложного у нас в кредитовании нет. Специалисты заверили, самый успешный бизнес – тот, что связан с большими рисками. Основатель группы компании Tevel Group Валерий Остринский в сфере венчурного инвестирования не один десяток лет. Сегодня он помогает развиваться амбициозным стартапом в сфере IT и выгодно продавать продукты интеллектуального труда. Бизнес-ангел пояснил, лучше всего, если идея будет работать в режиме онлайн. Такой вид предпринимательской деятельности не будет ограничен территорией государства и сможет комфортно функционировать в любой точке мира. К примеру, там проект Long Passport. Ребята сделали девайс, который слушает дыхание человека и с помощью мобильного приложения анализируется это дыхание и выдается диагноз. То есть, это диагностика уже на 10% более точная, чем среднестатическая врача. Как рассказали присутствующие в зале, примеры успешных проектов и варианты поддержки начинающих бизнесменов убедили подумать над открытием своего дела. Осталось лишь определиться с видом деятельности.